Музыка Итак, у меня в руках классическая акустическая гитара Она состоит из грифа, на который натянуты струны Деки, которая нужна для того, чтобы звук, который мы извлекаем с помощью струн Резонировал внутри и благодаря этому усиливался Кроме того, у нас есть еще колки, на которые натянуты струны Шесть штук по количеству струн Сам гриф, в нем еще выделяют пятку грифа Это то место, где гриф крепится к деке На хороших гитарах она приклеена На дешевых гитарах она привинчена с помощью винта Головку грифа, где расположены колки А на деке выделяют подставку Это то место, где на деке крепятся струны На классической гитаре используются нейлоновые струны Первая, вторая и третья струны Это чистый нейлон Иногда они бывают прозрачные, иногда черного цвета Четвертая, пятая и шестая струны Басовые струны, как я уже говорил, с металлической оплеткой Иногда посеребренные Струны крепятся с помощью узелка Для басовых струн с оплеткой достаточно одного витка Для первой, второй и третьей струны Необходимо несколько витков Наш гриф разбит Такими вот железными перемычками Которые называются порожки Расстояние между порожками называется ладами На них, собственно говоря, и зажимаются струны Костяная вставка в самом начале грифа называется нулевым порожком То есть расстояние между нулевым и первым порожком называется первым ладом Струны нумеруются, начиная с самой толкой То есть вот эта струна, которая сейчас дальше всего от меня Это первая струна Следом за ней вторая, третья, четвертая, пятая и шестая Четвертая, пятая и шестая струны С металлической оплеткой Это так называемые басовые струны Соответственно Если мы говорим, что надо зажать первую струну на третьем ладу Это значит Вот эта струна вот здесь Если мы говорим, что надо зажать четвертую струну на втором ладу Это вот эта струна вот здесь Струны наматываются на колки Сверху вниз. Сначала струна продевается в маленькое отверстие внутри колка и завязывается узелком, а затем наматывается, вращая колок от себя. На самый ближайший колок наматывается первая струна, на следующий вторая, на самый дальний третья, так, чтобы они не перекрещивались в этой части. Басовые струны наматываются в обратном порядке. И четвертая на самый дальний колок, пятая на средний колок, на самый ближний колок, шестая струна. Если мы крутим колок от себя, то мы натягиваем струну, повышая тем самым ее звук. Если мы поворачиваем колок к себе, мы понижаем ее звук. Благодаря колкам мы регулируем натяжение струн и можем настроить гитару правильно. Когда мы зажимаем струну на ладах, мы меняем ее длину. Благодаря этому ее звучание становится выше. Вот, например, вот так вот звучит первая струна. Если мы зажмем ее на первом ладу, ее длина от подставки до первого лада станет короче. И благодаря этому она будет звучать выше. Если мы зажмем ее на втором ладу, это будет еще выше, на третьем ладу еще выше и так далее. На двенадцатом ладу, вот здесь, струна делится ровно пополам. И ее звучание становится на октаву выше. Вот звучит открытая струна. Вот звучит струна, зажатая на двенадцатом ладу. Ровно на октаву выше. Та же самая ладу. То есть, играя на гитаре, мы меняем длину струн, тем, что мы их зажимаем. Благодаря этому мы можем брать любые ноты. Диапазон гитары три с половиной октавы. Самая нижняя нота, которую на ней можно взять, это ми малая октава. Это открытая шестая струна. Самая высокая нота, это, соответственно, первая струна, зажатая на самую последнюю ладу. Но тут редко играют. Строй гитары, начиная с шестой струны, это ми. Пятая струна, ля. Четвертая струна, ре. Строй гитары, начиная с шестой струны, меля-ре-соль-семи. Как точно настроить гитару, вы можете посмотреть в следующем уроке. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»